Так, ребята, всем привет! Целое приключение получилось с этим иранским безлимитным буфетом. Ну, обо всем по порядку. Начну с того, что я ехала как-то в Тук-Туке и увидела по дороге иранский безлимитный буфет. Находится он недалеко от Волкино-стрит, вот это вот параллельно улице, где идут всякие индийские кафешки. А у меня давно была такая идея сходить либо в индийский безлимитный буфет, либо в индийский безлимитный буфет, о чем я постоянно говорила Светику. Говорила, Светик, давай сходим, давай сходим. Но Света-то, баба-то, она умная, она не то чтобы отнекивалась, не то чтобы откладывала, но она скромно умалчивала, не давала добро на то, чтобы сходить в этот индийский безлимитный буфет. Походу, чуяла, чуяла, чуяла. Умная моя девчонка. А я нет. Ну, я уеду, вижу иранский безлимитный буфет, думаю, все, надо идти, это так интересно, я никогда не пробовала иранскую еду, индийскую-то пробовала, иранскую-нет. Ну, и как вы уже поняли, я туда сходила. Это был капец. Это был капец, скажу сразу, я разочарована, но вот сейчас я села монтировать вот это вот видео, оно получилось небольшим, около там 7 или 8 минут, и вот просто я в шоке от того, что я говорю, там все ложь, все, что я говорила, все ложь. Но не потому, что я захотела обмануть или что-то преувеличивать, нет, я пошла туда голодная, а мне в таком состоянии, хоть навоз на лопату положи, я его съем и скажу мобилиссиму. Ну, и вот, и в общем, я решила выложить это видео и дать свою справедливую, уже честную, насытый желудок оценку, стоит туда идти или не стоит идти. Ни в коем случае, ой, ни в коем случае не хочу там шкварить, либо стремать чью-то кухню, но вот просто мне она не зашла, я скажу лично свою оценку по этому поводу. Ну, поехали. Ну, естественно, когда мы туда зашли, мы увидели кучу персонала, в том числе и посетителей восточной внешности, преимущественно мужского пола. Из женщин там были только я и еще одна тайка. Стоимость буфета 250 бат. И еще один немаловажный момент, то что я пошла туда не одна, пошла туда с парнем. И если Светик ко мне уже привыкла за три месяца, и она уже знала, что я могу ее подписать на какую-нибудь джи-вич, так скажем, то этот парень еще, наверное, не успел ко мне привыкнуть. И я же не брезгливая. Вот для меня вот эти места, они абсолютно нормальны. Вот эти буфеты, где там, не знаю, какая-нибудь антисанитария, покушать на рынке, покушать, макашиться, для меня это норм. А он-то не знал, на что подписывается, поэтому мне даже после этого посещения стало немножко неловко. Ну ладно. Так, вот есть лавашек, хлеб. Что-то непрезентабельно как-то выглядит. Подсок. Вот это мне сказали, что у меня здесь курица и кормят тут в котлетке. Да, попробуем. А это овощная суппища. Это пойти потом в яму, наверное, буду. Так, овощи, морковь, брокколи, цветная капуста. Вера, Мишель. А это что, это горох, наверное, как у меня? Это нога, скорее всего. Картошка. А это? Ну, слушай, выглядит как это магия. Бульон. Горячая кружка. Ну, рис, понятно, да? Разных сортов. Баклажан на гриле. Рыба. Блин, у меня слюни текут, накопились во рту. Так, а это что такое? Фасоль, наверное, какая-нибудь. Странно, я это не хочу пробовать. Вот это я. Вот тоже какие-то бобы, какая-то зелень. Здесь тоже. Гороховая. Музыка. Давай объедимся сейчас. Да, обязательно. Потом выберем фаворит. Как? Что выберем? Это блюдо фаворит. Фасоль. А это? А ты говорил название этого блюда? Нет, наверное, не про это. Это похоже на тайские баклажаны, но я могу ошибаться. А вот через одну я вижу уже короночку, из-за чего я сюда и пришла. А, блин, захотела рыба. Ага. Выглядит аппетитно. Та-дам! Кебаб! Кебаб, супер. Сейчас их здесь опустошую. Это корзинка. Так. Вот эта курочка тоже. Курица в карри, наверное, да, каком-нибудь? Или это не карри? Ну, в бульоне. Блин, он выглядит аппетитно. Давай, быстрее уже друг другу показываю. А вот и куриные ножки в таком же сольце. Ага. И фаршик с картофелем. С картошкой. Да. А может и не фарш даже, да? Какая-то зелень. Пока не попробуем, не узнаем. Ну, сейчас мы все тут попробуем. В общем, берешь тарелку, набираешь. И тут еще овощи. Ну, овощи тут что показывает? Овощи как овощи. И арбузы с краю. Как крайний левый. Все. Заснять еще. Потому что здесь есть вот эти вот напитки. Они тоже идут безлимитно. И вот мороженое еще можно взять. Вот такую баланду я себе набрала. Сейчас буду пробовать каждый раз блюда. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь блюд. Так. Народу здесь мало. Русскоговорящих вообще нет. Ну и кафе не такое большое. Я его увидела чисто случайно, когда ехала на Тук-Тукке. Думаю, надо сходить. Посмотрела в Google отзывы. Отзывы все великолепные. Так, ну что, первое пробуем вот эту вот гороховую штуку. Ммм, вкусно. Это невкусно. Может, я еще и голодная, поэтому мне так кажется. Так, пробуем вот эту вот зеленушку. Зеленушка на вкус кислая. Даже фиг знает, что это такое. Ну, знаете, на что похоже? Это похоже на виноградные листья. Да, вот эту вот долму, которую заворачивала, вот эту штуку ему. Ну, сносно. Это даже пробовать не стоило. Фасоль, она и в Африке фасоль, она тоже кислая. Бульоны какие-то кислые. Забыл взять баклажанчик. Ну ладно, подходить-то можно сколько угодно раз. Вот этот кабачок вкусный, но острый. Так, и вот эта вот странная штука. Фасоль, сейчас ее тоже отправим на переработку. Слушайте, вот это вот все на один какой-то вкус. Все на один вкус. В одном бульоне. Видимо, готовит. Так, давайте попробуем картошку. Вот я вилкой уже насадила картофелину, и чувствую, что она такая сыроватая. Ммм, острая, но очень вкусная. Картошка, да. Ну, кстати, стоит отметить, что картошка действительно была очень вкусной. А вот эта вот с морковью. Без бульона, которая. Так, ну давайте пробовать котлетку с курицей и с картошкой. Посмотрите, она внутри какая. Это мед. Мед, да, ты попробуй. Ну вот, кстати, Антону понравилась эта котлета, мне, естественно, нет. Ладно, речь не об этом. Тут ни с того ни с сего хозяин этого заведения, мужчина восточной внешности, начал ругать своего подчиненного. То ли он официант, то ли его подпомощник. Он посреди зала подходит к этому мальчонке, лет 20, наверное, и просто делает ему вот так вот. Дергает его за ухо и за что-то отчитывает на своем языке. Господи, это было так ужасно. Мне так его жалко стало, этого мальчика. И просто для меня это настолько дико, что вот эти вот выяснения отношений происходят на людях. Что вообще за пиздец? Что-то ругаются здесь. А такое всегда бывает. Тебе понравилось, да? Мне не очень, как будто вот как это... Как будто я пришла к кому-то в гости какой-то, к своей однокласснице, которая живет с жадной бабушкой, которая наготовила котлет с хлебом. Вот это вот. Перемешивают же некоторые фарш с хлебом. Вот как будто хлеба здесь 80%, а мясо 20%. Ну, так. За добавки я не попрошусь. Ну и король этого вечера кебаб. Блин, боженька не подведи. Тут я, кстати, уже начала понимать, что что-то тут не то. Он холодный, но пахнет более-менее в воде. Я хочу, чтобы он был такой, как в Турции. Держи карман шире, как в Турции. Приготовили тебе. Кебаб супер. Ну, он неплохой этот кебаб. Он вкусный, он нормальный. Но не такой, как в Турции. Ну, возможно, потому что он был холодный. И там не только вот с костра тебе принесли. Вот этот вот бурлящий жир на нем, который вот прям и манит тебе. Съешь меня, съешь меня. Нормальный, нормальный кебаб. С говяжьим мясом, с лучком. Вкусненький, но холодный. Ну, все равно что-то не то. Нормальный, нормальный. Вот, между прочим, наверное, самое, что было там вот вкусно, это вот картошка, которая без всяких вот этих вот кислых бульонов, ничем не перемешана. И кебаб. А ты уже съел, да? Да. И как тебе? Холодный. Холодный? А на вкус как? Ничего. Ну, Антон, похоже, сразу смекнул, что это не тот компот. По мне топ вот эта, картошка с фаршем. Она тоже не острая, но она не кислит, как та, которая с карри и морковью. А это что, фарш по итогу, что ли? Да, это фарш на мясо. Не знаю, мне кебаб понравился. У меня еще супчик есть, сейчас еще супчик попробую. Ну, что-то здесь вообще... Перцы обалдеть. Но я все равно его съем. Блин, ну ради одного кебаба хотя бы стоит сюда прийти. Это нечто. А там еще в холодильник я заглянула, там у них как будто какой-то соус стоял такой. Чесночный, сметанный. А может, айран какой-нибудь. Обалдеть. Все, потрапезничали, отужинали, так сказать. И что, пришли к выводу, что второй раз мы туда не придем. Но замарить червячка, попробовать иранскую еду, почему бы и нет. Я вот до этого иранскую еду не пробовала. Ну, и верно. И я рада тому, что не будет у меня по жизни такого желания, что, ой, пойти бы поесть иранской еды. В общем, завершаю я это видео и думаю, что-то я душню слишком много. Это ведь чья-то национальная кухня, кто-то считает ее вкусной. Ну, действительно, так имеет место быть, знаете ли. Но мне просто не понравилось. Вот эти всякие нуты, горохи, картошки, курицы. Такое чувство, как будто они были замешаны все в одном соусе, в кислом. И как бы я вот не различала на вкус. Мне не понравилось. Мне не понравилось. И более того, когда мы шли домой, я почувствовала, что у меня могут быть неприятности. Ну, вы поняли, да? И мне, блин, я думаю, трэш какой-то, блин. Вот Юля поклялась больше никогда не ходить в буфет. Вообще ни в какой. Потому что мы ходили в безлимитный буфет, когда со Светиком и переели там морепродуктов. Это высокая концентрация белка, когда попала в организм, тоже был трэшняк. И тут то же самое. И вот что я хотела сказать. Блюда-то кислые, там даже непонятно, испорченное оно, прокисшее или так и должно вообще быть. Ну, в общем, я не знаю. Вот такие пироги. Для тех, кто ценит индийскую, иранскую кухню. Я, кстати, смотрела еще буфеты индийские всякие. В принципе, я смотрела по фотографиям. Блюда-то одни и те же. Фиг знает. Может быть, схожа эта кухня, иранская, индийская. Но если так оно и есть, то я немножко даже разочарована. Ребята, ребята, что за жизнь? Ну и все, в общем. Если, ради кебаба, наверное, стоит сходить в турецкую все-таки ловчонку, не в иранскую. Ну, блядь, ну, как будто, вот, не знаю, каким-то свиньем, что ли. Я не знаю вообще, правильно я это говорю или нет. Норм это или не норм. Потому что я не была ни в Иране, ни в Индии. Может быть, так и положено накладывать все. В общем, впечатлений у меня не очень. Пока. Не судите строго меня тоже. Я же сразу... Не в обиду сказано. Я же с душой. Вы же не знаете. Я же с душой.